Приветствую вас. То, что вы описываете, является, наверное, скорее всего, проблемой оценки и, вероятно, требований к себе. Потому что то, что вы описываете, да, это вот именно про страх, про тревожность, касаемо оценки. Вот, касаемо требований к себе и, вероятно, к другим людям. Вот, соответственно, позиционирование себя в негативном ключе и, плюс ко всему, вытекающий из этого ожидания. Вот, и, собственно, вот именно с требованием, именно с оценкой, точнее, с отказом, отходом от оценок, и больше поиском себя, поиском важных вам элементов и важных вам опор в своей жизни. И нужно здесь работать. Дело в том, что ни вы, ни тем более психолог пока что этого не знают. Не знают, где вы, а где ваши оценки, как это всё проявляется, как вы обращаетесь с моими переживаниями, какие переживания вас травмируют, может быть, их очень много, может быть, очень много обид, очень много негатива, вот, которые в вас находятся и которые вас разрушают. Поэтому, сперва, нужно поработать с ним. Вы пишите, помогите, пожалуйста, мне справиться с этим, ничем справляться не нужно, это нужно проживать и учиться конструктивно с этим обращаться. А это, ирина, определённый процесс, в первую очередь. Поэтому, думаю, что вам нужно выбрать специалиста и начинать с ним работать. Вам 28 лет, у вас сложились определенные привычки про чтение одного или прослушивание, в моём случае, одного или нескольких рекомендаций, вам ничего не дадут. Необходима работа, работа, Ирина. Вот, если вы действительно хотите что-то в своей жизни поменять. Ну, вот с чего можете начать. Вы говорите, я устал от самого себя о неуверенности и закомплексованности. Это, безусловно, очень понятно. Чтобы вы встали, это действительно очень легко увидеть, легко представить, как вас это тяготит. Более чем. Вопрос немножечко в другом. Вопрос в том, для чего это всё, понимаете? То есть, вопрос в том, куда вы движетесь по жизни. Вот, у меня, например, сложилось такое впечатление, я не говорю, что это впечатление прям сто процентов верное, да? Но у меня сложилось такое впечатление, что вы пытаетесь обереться на людей. Вот, вы пытаетесь, эм, эм, обереться на, ну, на кого-то извне. Понимаете? Какая штука. И, как мне кажется, как мне кажется, тот факт, что вы пытаетесь обереться на кого-то, свидетельствует о том, что всё просто вы не можете обереться на себя. А опираться на себя, уметь опираться на себя, это очень важная, очень важная история. Очень важно, чтобы, чтобы вы умели опираться на себя. На что, эм, что такое опора на себя? Что это такое? Опора на себя, это опора на свои интересы, это опора на свои эмоции, это опора на свои ценности. Вот. Но, всё это нужно учиться замечать. Вот. А сейчас вы этого, понятное дело, не можете. Нет у вас. Сейчас навыков и возможности, вероятно, для себя это делать. Поэтому так важно, чтобы вы со специалистом, в том числе, в том числе, учились получать обратную связь на свои переживания. Лучше таким образом узнавали бы себя и почувствовали бы, наконец, свою силу. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!